Короче, Саня не имется, он хочет ворваться и какую-нибудь молодую студенточку, я так понял, снять на видео, да? Да! Саша, мы еще такое интервью сняли прикольного чувака. Ну, короче, ребята повезли показывать виды, но там просто такие потрясающие. Вы когда ехали по Хавы, вы видели такой вид офигенный? И мы подъезжаем, прикинь, и чувак к нам подходит, говорит, ну, американец, прям американец-американец, у него такая американская внешность, все. И он говорит, я слышу, вы говорите по-русски, я, типа, знаю русский, у меня родители из Иркутска, типа, они в таком-то году переехали, ну, и стоит, начал с нами разговаривать, так интересно. Флаг украинцев! Короче, попробуем сейчас зайти на пати студенческого. Смотри, у них здесь просто мягко. Поснимай, пока Саша говорит, потом удашься. Это будет подводная охота. Я сейчас даже яйца поправил. Саня, я сейчас даже яйца поправил. Поправил копье? Как называется подводное ружье? Гарпун. Гарпун поправил? Гарпун. Гарпун. Поправил копье. Поправил копью. Руем пепель-палпу. Тот. Я помню, когда я женился, мы машину расписали, расписали машину Just Married. И там были шарики, вся хуйня. Я поехал с фотографом там куда-то по делам, ну, перед свадьбой. Мы ехали на этой тачке, и нам все сигналили, короче, с чуваком, что мы типа с ним, блин, голубцы. Мы приехали в Сколково. Российский филиал в Америке. Называется Гуглишки. Это новый проект Сколково. Они разработали Nanobolt. И мы сейчас пойдем посмотрим на Nanobolt. Он сам вкручивает. И ютубчик они. Да, и ютубчики. И как бы, собственно, Александр Кондрашов, это на самом деле проект Сколково секретный. Можно сказать, ребят, всем привет, и помчали. Или как Димон, поехали нах. А знаете, сам тоже вечно. Ты же постоянно представляешься, чтобы у людей выработал... Выработал. Реклекс. Реклекс. Они уже реклекторно будут знать, что это ты. Ребята, офис Google? Или нет? Да. Это все Google Кэмпус. Окей, Google. Окей, Google. Вон, это Google Байки. Можно подписать в Google? Если только под стеночку. Можно байк любой играть? Будет этот... Байк, да, можно покататься. Они, правда, для сотрудников, но они бесплатные, и на них катаются. Их еще часто паруют. Их по всему Mountain View, по Лалто можно найти. Здесь у них есть массаж, который сотрудник. У них здесь своя парикмахерская. У них здесь... Короче, чувак, который мы сегодня, кстати, есть поедем, он в Google работает фулл-тайм. У меня видео с ним на канале есть. У него жена, кстати, начала недавно видеоблог. Так, только вот ток. И кто попал сюда? 100 подписчиков или что-то. Нет, он только начался. Так что, если мы к ним поедем, им будет просто офигенная реклама. Слушай, а он может меня вывести мои видео в рекомендованные, чтобы... Он не этим занимается. Вообще, это YouTube. YouTube находится в другом городе, и Google купил YouTube. Но это не та же компания. У них свои парикмахерские, даже он скул, видишь, фитнес. Это тренер мобильный приезжает, тренирует. Короче, здесь никто не... Жрачка бесплатная, игровые комнаты с приставками, там, Sony PlayStation, бухло, хочешь пей, там... Все, что хочешь, короче. Круто. А мы куда идем? Мы идем на кампус. Это все кампус Google. Я просто, как бы, показываю, вон, офисы. Кого будешь голосовать? Себе. Себя, я уже буду основной, да? Как за Путина? За кого еще? За Кословича. Какой выбор? Он в Сенат пройдет. Вон, смотрите, парикмахерская, haircut on side. Вот автобус, туда люди приходят, их стригут, короче. Бесплатно. Да? Круто, пойдем. Но сегодня суббота закрыты, одни туристы считаются. А, нет, он кто-то... А, видишь, там рабочники кого-то проводят. Но внутри снимать все равно нельзя. Да, мы сейчас проедемся. Мне штрафуют нормально. Главное, скорость не превышает. Больше 100 километров в час не ехать. А мы хотим... А вон у них есть свой динозавр. Можно мы зайти вот сюда? Я думаю, у вас здесь... Это... Что-то они будут... Говорят, что плохо болит. Ну, можете попробовать. Ты хочешь в туалет просто сходить? Ну, попробуй. Чувствуешь, уже травой пахнет. Кто-то где-то дубит. Косит кто-то. Да, кто-то косит. Год, год. Год, год. А, год. Бог? Бог, это ты? Станно пахнет травой. Ничего не можем поделать. Мы можем вычислить и право. Вроде никто не курит, а везде пахнет травкой. Ну, вот смотри, они даже играют здесь... Волейбол. Да, никто не работает. Ну, сегодня суббота, да? Как бы. Не, а вообще никто не работает. Даже в углу. Они все отдыхают. Это ты на своем опыте знаешь? Тебе это может... Леша рассказать. Директор Google. Да. Вот у них динозавр стоит. Google динозавр. Да. Они его на разные праздники там во всякое украшают. Что-то он оживает потом. Оживает и ест людей. Кто хочет сводкаться с обезьянкой? Мы вообще красавцы. Ну, я думаю, что он себя встречает, а он поэт ими. Ха-ха-ха. Знаешь, какой? Да. Вон там, металлы. Было бы, конечно, круто, если бы он был настоящим. ну чё по катушке а у меня тормоза я сейчас давайте за мной поедешь угадаешь 100 долларов да где-то здесь в округе какой из этой линии нет на и на этих линиях может и на этой угадаешь 100 баксов там давай где стива джобса дом часа не будет угадывать его чутье миллионера не должно его подвести где дом стива джобса ну миллион 3 может 4 чисто исторически он будет сейчас уже больше из-за того что он все же может быть этот пример вот такой вот дом миллионов 5 я думаю может быть он тот какой вот этот флагом может быть нет вот этот слева не вздрачный стиляга я не знаю где он родился скорее всего он по моему родители переехали из ирана там жена его живет что-то скажешь я русский блогер я хотел бы снять дом стива джобса а заходите я вот ребята это дом стива джобс а вот сам стив джобс воскрес лысая башка знаете стив джобс очень сильно любил стив джобс очень сильно любил яблоки и вот видите яблони растут маки яблони там дети может что сейчас живут берем у нас такой будет когда я придумаю что-то сделай йотафон 3 и раскрути его круче чем apple жены там или детей ну он тесла где где там в россии и за заряжает ну я вам скажу дом такой не слабый крутое про баркод одна машина у жены другая дочь или сына дом стива джобса ребят нам только что бомж американский рассказал про машины семи стива джобс на подъехал на японском велосипеде просто знаю помощь гид отшел велик хиллари за американцев для америки ну слушай у него очень-очень много площади целое это там видите все весь мир горевал он как виктор цой может быть даже круче но просто люди говорят за кого не будет голосовать и как бы так и агитирует соседи вот и за кого будешь за трампа или за трампа потому что он дружит россии он сказал сбивать российские истребители если они будут опять подлетать кораблям русским сказал это неуважение к америке но это старая информация он уже пизданул лишнего и все его уже не надо любить да он популист он брион он значит сначала признают потом думаем потом мексиканцев всех выгонит а потом так а если играть я люблю мексиканцев едет к ним на встречу посмотрели дом джобс подышали айфонами там туалет сзади поэтому пахнет биотуалеты для строителей это для строителей компания этого человека стоит дороже чем все акции россии все ты это снимал да все теперь тебя забамбят бум 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 быстро